Медики испытали на мышках препарат, который активирует какой-то особенный белок в обычном состоянии подавленной. И это запускает в теле клеточные механизмы, которые обычно включаются при интенсивных физических нагрузках. Этот экспериментальный препарат укрепил силу и здоровье подопытных животных, как это сделали бы и физические упражнения. Да-да, это фитнес-зал в таблетке, который укрепляет здоровье и даже сжигает жирок. И в планы исследователей входит разработать аналог для людей. Народ ликует, что не успели записаться в спортзал. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Но отнесся на что-нибудь интересненькое, скидывая не на вас на котелок. Ну и начнем мы сегодня с очень грустной и очень громкой новости, которая шарахнула и уже облетела интернета. Анжелина Джоли подала на развод с Брэном Питом. Когда вчера информация подтвердилась, ведь слухи о расставании голливудской пары были в последнее время постоянно, интернет буквально взорвался реакциями людей на эту тему. Конечно, можно сказать, что знаменитые пары часто сходятся-расходятся, но союз Брэнджелина был по-настоящему особенным. Для многих они были талонной парой, этакой сказкой наяву, ведь помимо титулов, секс-символов и голливудских звезд, они занимались кучей другой работы, благотворительностью бизнеса. Она послала добрые воли ООН и даже лектор в университете. Ну, не стоит забывать, что у них толпа детей. Так вот, есть много версий на тему того, что послужило причиной развода, но гадать об этом совсем не будем. Документы Джоли указала, непримиримые разногласия, а также просит суд предоставить ей одну опеку над детьми, оставляя запитом право видеться с ними на выходных. Честно, это не очень-то весело. Один из твитов по теме. Если пара с миллионами долларов, шестью детьми и брендом слишком дорогого розового вина не справляется, то нам всем стоит просто сдаться прямо сейчас. Достаточно иронично передал эмоциональные переживания поклонников пары. Ну и еще то, что второго мистера и миссис Смит, видимо, ждать не стоит. А вот ВКонтач запустил систему безналичных денежных периодов, о чем я говорила вот тут, когда это было в планах. Теперь в сообщениях пользователи могут отправлять денежки с помощью банковских карт, мастер-карт, маэстро и виза. Система работает с компа и приложения на Android и Windows Phone. Пользователи Apple пока могут только получить деньги, но не отправить, что обещает исправить в следующем обновлении. Отправлять можно не менее 100 рублей и комиссия будет составлять 1% от суммы, но не менее 40 рублей. И очень кстати к этой новости бывший аферист рассказал о схемах мошенничества ВКонтакте, которые раньше приносили ему десятки тысяч рублей. Самыми действенными были магические обманы. Создавались страницы, например, малоизвестных участников какой-нибудь битвы экстрасенсов, откуда были приветливые посты в группах магии и эзотерики. Когда на страницу обращались за помощью, мошенники пользовались инфой со страницы обратившегося, чтобы отвечать ему и давать советы. А за обряды типа снятия порчи уже брали деньги. Еще схема. В группах с предложениями займов и кредитов находят жертву, предлагают дать взаймы и просят деньги со счета для проверки кредитной истории. Иногда после этого говорили, что история не к черту, но ее можно подделать за еще большее количество денег. Есть даже мошенники, которые прикидываются сотрудниками МВД, находят в группах с криминальной тематикой преступников или людей судимости и за деньги предлагают смягчить наказание или снять обвинение. Я это все к тому, что будьте бдительно осторожны, особенно когда появилась новая система перевода денег. Ну и напоследок надо разбавить обстановочку, и у меня как раз для этого есть новость, которая нам в этом поможет. Компания Apple запатентовала бумажный пакет, и он, конечно же, куда лучше всех остальных бумажных пакетов. Описание бумажного пакета с бумажными ручками в заявке на патент следующее. Раскрывающийся бумажный пакет. Он может включать в себя контейнер, выполненный из твердой выбеленной бумаги и состоящий по меньшей мере на 60% из перерабатываемых материалов. Авторы патента пишут, что большинство существующих ныне бумажных пакетов состоят из перерабатываемых материалов всего процентов на 50, не больше. Когда как их Apple. Пакет куда более экологичный. Думаю, иначе все такое. Ну и пока вы восхищаетесь этим восхитительным пакетом, я хочу напомнить, что в эти выходные я буду на фестивале Витфест в Москве. Поэтому, начиная с завтра, выпусков опять не будет несколько дней. Кстати, билеты есть по ссылочке в описании. На этом, пожалуй, все. С вами был Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и Инстаграм. И ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока. Встретимся на Витфесте. В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, прошла 68-я церемония награждений телевизионной премии Эмми. Лучшим телефильмом года признали стартовую серию 4-го сезона Шерлока «Безобразную невесту».